15 февраля в мире отмечают Международный день детей больных раком. Крым тоже не остался в стороне. И о том, какая работа проводится в этом направлении, нам расскажет Нуна Бахарева. Здравствуйте. Президент благотворительного фонда Будди Милосердный. Так, расскажите, пожалуйста, о деятельности своего фонда. Ну сегодня, 15 числа, стартовал наш пятый ежегодный благотворительный марафон. И мы работаем студентами, собираемся, общаемся, говорим о том, что нужно сделать, чтобы уберечь себя от этого страшного диагноза. Что сделать для того, чтобы сохранить себя, чтобы завтра родить здорового ребенка. Мы говорим о вредных привычках. У нас проводятся конференции. Участвуют лучшие онкологи Крыма. Студенты очень активно участвуют в этих мероприятиях. Также мы в течение месяца проводим концерты, благотворительные ярмарки. Потом подводим итоги, закупаем то, в чем нуждается отделение, и едем встречаться с нашими детками. А насколько рассчитан этот марафон? Месяц 15 марта он завершится. Как в нем можно принять участие? В этом марафоне участвуют студенты семи вузов наших крымских. У нас есть программа, где будут проводиться конференции, концерты и ярмарки. То есть это студенческий марафон. Я знаю, что вы сотрудничаете с другими организациями и с другими фондами. Расскажите, как происходит это сотрудничество? Нашими партнерами является благотворительный фонд Русфонд. Я вхожу в попечительский совет Республиканской детской больницы и нахожусь внутри больницы. Очень часто мы общаемся с родителями и врачами. И когда возникают такие ситуации, когда ребенок нуждается в благотворительной помощи, в участии какого-то врача из Москвы или Петербурга, или же у нас были такие вещи, когда мы привозили сюда на консультацию, или делали какие-то операции по месту, или же ребенка нужно было прооперировать где-то за границей. Русфонд очень активно участвует и собирает деньги. Нашим детям очень благодарны. Также помогают бизнесмены и Москвы, и Петербурга. Нам они помогают и с перелетами, и с реабилитацией. На сегодня, слава богу, очень серьезная поддержка есть. И больницы очень активно борются за каждого ребенка. И часто к нам обращаются, если что-то не получается. То есть сегодня абсолютно двери больницы открыты для всех, кто готов помочь. То есть бывают такие случаи, когда выходят именно на вас. Не только вы ищете какого-то спонсора, или налаживаете сотрудничество с фондом или организацией, но и частные лица вам звонят, обращаются. Да, да. Так случилось уже, что у нашего фонда появилось имя. Уже она знает. Мы работаем не первый год. И звонят. Поскольку мы работаем открыто, и всегда отчитываемся на телевидении о нашей Продине. Все, что мы проводим, и отчитываемся о собранных средствах. И передаем это всегда лично в руки по адресату. Я думаю, что люди понимают, что это открытая работа. Любой благотворительный фонд должен работать открыто, прозрачно. Говоря об отчетах, существует ли какая-нибудь статистика, сколько деток в Крыму, получивших помощь, смогли поправиться? Поправиться? Больше поправиться, на самом деле. Говорить о процентах не хочется, потому что когда пишут в контактах, или где-то, что он ушел, обычно говорят, ангелочек наш ушел, они все ангелочки, но мы их всегда помним. И это все-таки меньшая статистика, на самом деле. Больше выздоравливают, потому что сегодня министр здравоохранения озвучил эту статистику в онкологии. Поскольку мы сегодня говорим об онкологии, то это 80-90% выздоравливают. То есть сегодня технологии ушли вперед. И вы знаете еще какая ситуация? Во время, когда мы проводили эти конференции, мы двоих студентов спасли. Были такие ситуации, когда к нам подходили студенты, не буду говорить каких вузов, и говорили, что у их друзей что-то с ними происходит, но они не знают, что и к врачам они боятся идти. Они задавали вопросы врачам, врачи отвечали на эти вопросы, они, видимо, понимали, что что-то не то. После конференции они подошли к нам, я их взяла за руку, этих ребят, и повезла в онкодиспансер. Им провели операции, опухоли оказались доброкачественные, ребята здоровы, живы, один уже в армии служит, все у них хорошо. Проблема этого диагноза в том, что его нужно вовремя поставить, вовремя поставить, и заниматься собственным здоровьем, потому что если я боюсь и не хочу идти, вот это затягивается, и тогда уже спасти... Не стоит тянуть, нужно своевременно. Нужно любить себя и заниматься своим здоровьем. Вот так вот. Безусловно, вы говорили о том, что изменились технологии, они стали лучше. Можно ли сказать, что в связи с этим стало больше шансов на выздоровление по сравнению с предыдущими годами? Однозначно. Сегодня очень много нового оборудования заходит в больницы. Сегодня главврачи занимаются тем, что отправляют на учебу наших молодых специалистов. И я думаю, что то, что сегодня делается в больницах, этого не было за последние 20 лет. Потому что в больнице получала гуманитарный груз, использованный старый оборудование, которое год максимум работало, и потом это стояло как мебель. Сегодня это дорогостоящее оборудование, на котором приятно работать. Приятно. И в детстве я хочу сказать, что врачи сегодня получают оборудование, они в таком восторге. У них такой интерес ко всему этому. И они уже сказали, что они там в марте улетают учиться в Питер. Мы организовываем конференции, мы привезем специалистов сюда, для того, чтобы по месту тоже, прямо на этом оборудовании научили, что делать с ним для того, чтобы правильно работать. Но я знаю, что сегодня в детской больнице уже опробовали еще новый аппарат. То есть медицина идет вперед. Мы уже не топчемся на месте, сто процентов. Это отлично. И, помимо прочего, существует еще и ОМС, но все же продолжаются деятельности благотворительные фонды и организации. Почему средств, выделенных государством, недостаточно? Бывают такие ситуации, когда недостаточно. Потому что, еще раз повторюсь, бывают такие тяжелые дети, когда нам нужны консультации специалистов. Этого специалиста нужно привезти. Это перелеты, это проживание. Этого специалиста здесь. Опять же, бывают такие препараты, которые по то, что больница должна выделить, не всегда подходят ребенку. Бывают какие-то аллергические реакции. Тогда родителям нужно приобретать другие препараты. Но все же проблема со специалистами стоит, наверное, в приоритете. И как ее решить? Как вы считаете, что нужно делать? Как их привлечь, может быть, откуда-то из-за рубежа? Или нужно учить собственных людей? Нужно учить собственных. Если желающие. Нужно учить собственных. Сегодня ситуация такая, что в больнице должен работать только... Я тоже когда-то надевала белый халат. И тогда клятва Гиппократа, она была действительно клятвой. И мы не могли проехать мимо того, кто нуждается в нашей помощи. К сожалению, дальше белый халат немножко изменил свой цвет. И ситуация пришла к тому, что врачам нужно было как-то зарабатывать деньги. Вот они и стали брать деньги. С другого кармана. Но все же, насколько готовы люди помогать и заниматься благотворительностью в Крыму и жертвовать средства на лечение детей? Очень достаточно. Я думаю, что вы видите по тем цифрам, что собирает Росфонд для детей. И очень много отзываются. Очень многие готовы помочь. Потому что я считаю, что благотворительность и меценатство это очень важно. Очень важно, чтобы в обществе было. Иначе общество станет очень жестким. И люди просто уничтожат друг друга на самом деле. Потому что с детства нужно учить ребенка быть добрым, отзывчивым, любить своих близких, любить стариков. А если семья будет полноценная, то я полюблю ближнего своего. Вы говорили о активном сотрудничестве с фондами и организациями всевозможными. А юридические организации помогают вам? Помогают. И насколько часто бывает такое, что они сами выходят на нас не с просьбой о помощи, как обычно, но наоборот с готовностью помочь? Звонят. Звонят. Наши телефоны есть везде в сетях. Звонят мне, моим помощникам. Готовы помогать. Чаще просто включают ваш канал и перечисляют на счета Росфонда деньги. Я знаю, это все наши крымские дети. Мы не разделяем наш этот фонд, другой фонд. У нас есть крымские дети. И мне абсолютно без разницы, кто ему поможет. Это юридическое лицо или это будет какой-то там благотворительный фонд еще один. Я считаю, что чем больше мы объединимся, тем больше деток мы спасем. А как происходит распределение этих средств? По какому принципу? Если ребенок нуждается сегодня в операции, то выставляется счет. Если на этот счет пришло больше денег, к чем нужно этому ребенку, идет следующий ребенок. И обычно за один сбор они отправляют на лечение более трех-четырех детей. И что происходит, если своевременно, к сожалению, эта помощь не успела дойти до определенного ребенка? Тогда мы это обсуждаем с родителями. И родители говорят нам, чтобы мы эти деньги перечислили другому ребенку. Именно они говорят на кого. Все же хочется надеяться, что детей, которые поправятся и выздоровеют полностью, будет все больше и больше с каждым годом. Поделитесь своими планами на будущее. Сейчас нам нужно благополучно провести наш месячный марафон. Подведем итоги на Первом Крымске. И дальше в апреле мы проведем конференцию для наших главврачей. Приедут специалисты, обучат, как работать по 44-му федеральному закону и ответят на все другие вопросы. А дальше потом День защиты детей. То есть планов очень много. И все эти мероприятия мы проводим внутри детской больницы. Это и концерты, и праздники, и подарки. Благодаря есть поддержка, конечно, нашего попечительского совета Республиканской детской больницы. И, конечно, Владимир Андреевич Константинов, поддерживая все наши мероприятия, нам легче все это делать, потому что есть такая серьезная поддержка. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли, за вашу работу. Еще раз желаем вам успехов. Наш эфир подходит к концу. Мы желаем вам всего доброго и будьте милосердны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова